Они вместе ездят в развлекательные центры, проводят праздники и собираются также вместе отметить Новый год. Обычная, казалось бы, для обычной нормальной семьи жизнь. Вот такую правильную жизнь стремится организовать для детей из детского дома села Садовая и из дома Малютки рядовой Благовещенец Игорь Меметов. В ноябре он стал еще и человеком месяца по версии радиостанции «Эхо Москвы» в Благовещенске. Здравствуйте. Здравствуйте. Здорово, что в нашу студию приходят такие люди, как вы. Вам большое спасибо, конечно, вот нас от общества. Как давно вы этим занимаетесь? Ну, занимаюсь я где-то с августа месяца, ну, в среднем где-то 4-5 месяцев. А как вы туда попали в благотворительность? Вот молодой человек, кем вы работаете? Вот как удается время выделять? Вот как все началось? Если уж точно говорить, как началось, в первую очередь, конечно, можно было бы сказать спасибо моей бывшей подруге. То есть, если бы не она, конечно, я бы не сидел, возможно, и здесь, и не занимался благотворительностью по Благовещенску. Вот. На тот момент она собрала игрушки и предложила мне съездить в детский дом в садовую, отвезти игрушки. Ну, мы, соответственно, поехали туда, ну, примерно я знал, где он находится, она не знала. Вот. Мы туда приехали, на тот момент дети находились в лагерях, то есть отдыхали. Вот. Там шел ремонт. Ну, мы привезли игрушки, как бы отдали. И в тот день, получается, мне захотелось подняться, познакомиться с директором детского дома, взять их номер телефона. И вот постепенно, постепенно как-то пошло-поехало, то есть где-то собирал вещи, где-то какие-то игрушки. И вот так вот как-то закрутилось, завертелось, вот начал заниматься. Ну, то есть у вас нет детей, да, семьи нет, по сути, да? То есть есть время. А вот занятость, вы днем работаете, вот как уделяете время этой работе? Днем, как таково, у меня пока нет такой дневной работы. Работаю я в основном в вечернее время, то есть скрывать не буду, работаю я в охране, охранник обыкновенный, и тут же, то есть немного официантом. Вот многие люди могут подумать, ну что их обеспечивает государство, да, все полностью, питание, одежда, вы что-то еще, вот откуда вот эта необходимость берется? Необходимость, ну, потому что государство государством. Государство, если оно, по сути, да, оно выделяет определенное количество. Если требуется, например, детский дом «Малютка», какие-то лекарства, то есть они могут запросить у государства, государство выделить, но это нужно тоже время. Мы для этого и нужны, то есть нам позвони, мы быстро сосредоточимся, найдем определенных людей, либо своими силами, то есть приобретем какие-то лекарства, либо какие-то подгузники и сразу привезем. Мы это кто? Вот есть Игорь Меметов, да, он появился вот в жизни детей в августе. Кто это? Ну, занимался, получается, я один изначально, вот, а потом постепенно, постепенно создал в WhatsApp определенную группу, вот, и в этой группе находятся, ну, то есть те люди, которым просто не безразлична жизнь детей в детских домах. Они могут одноразово, да, что-то помочь? Есть, наверное, постоянные участники? Ну, большую часть там постоянные, потому что мы часто там обсуждаем праздники какие-то, то есть вот у меня в воскресенье, например, на День матери закончилась только акция, и тут же в этот же день уже пошли, получается, предложения по Новому году, то есть как провести, где провести, с кем провести, нашли денежные средства, то есть перевели, ну, то есть вот в таком ракурсе. Много вот таких людей вокруг вас? Достаточно. Ну, как, если уж точнее говорить, то есть в среднем около, ну, со мной тех людей, которые постоянно помогают, человек 20 есть уже. Ну, это достаточно большие детские дома, да? Вот в малютке больше 100 детей, да? Да, если точнее говорить, в малютке находится 106 детей, а в детском доме, в садовом 45-46. Вы им организовываете праздники, вот, что вы делаете? Организовываем праздники, да, ну, то есть в основном, ну, бывает, конечно же, и праздники организовываем, но есть также, и помимо этого всего, проходит какая-то определенная помощь, где-то привозим подгузники, где-то привозим таблетки какие-то, если они требуются. То есть элементарно, да, например, то есть детский дом малютка, то есть на данный момент требуется, вот, как бы, обувь, вот, ну, и как бы между делом, то есть просят что-то, то есть нужно, например, то нужно это. В основном, как бы, инициативу проявляясь сам, то есть, соответственно, звоню, предлагаю, уточняю, что им требуется, что нужно, вот, ну, и между делом, то есть, соответственно, они говорят, что им требуется. То есть вот это шество такое постоянное над двумя детскими домами? Да, ну, у меня помимо, то есть я в основном еще помогаю, еще бывают моменты, помогая в социальной службе Доброта. Вот, туда тоже периодически ездим, отвозим вещи, игрушки, где-то какое-то питание, если требуется. То есть откуда бы ни позвонили, мы всегда помогаем. То есть неважно, пусть это будет детский дом, либо это просто дедушка с ребенком. Вот не секрет, из зарплаты вашей сколько уходит на эту благотворительность? Ну, в среднем 7-8 тысяч. Половину, наверное. Ну, большую часть, да, потому что я как бы живу в съемной квартире, вот, мне нужно за квартиру, как говорится, заплатить и немного себе на питание. И все остальное в основном уходит либо на дорогу, либо на детей, то есть из детских домов. Ну, вот такая просто самоотдача абсолютно, абсолютная просто. И получается, есть люди, которые готовы, да, что-то отдать, но должен быть координатор, да, который отвезет, договорится, да. То есть вот есть этот резерв у нас в обществе. Ну, да, в какой-то степени. К Новому году вы набираете новую команду, да, то есть набираете людей, которые могут поздравить детей поехать, да, вот в эти детские дома. Вот что вы хотите им подарить, что за праздник? Ну, Новый год, да, в каком формате? Ага. Ну, если, скажу так, получается детский дом малютки и детский дом садовый. Детский дом малютка, то есть мы планируем сделать, привезти туда Деда Мороза, Снегурочку и каких-то персонажей из сказок. Это обязательно должны быть актеры? Ну, я думаю, нет, но все-таки желательно были бы такие люди, которые уже сталкивались, которые умеют повеселить ребенка, чтобы, не важно, какой у него возраст, подарить им немножко счастья, улыбки на лице. Вы уже нашли таких людей? А, именно в детский дом малютка пока еще нет, пока мы в поисках. То есть вот сейчас вы можете пригласить их? Ну, да, конечно, то есть пока мы в поисках по поводу Дедушки Мороза и Снегурочки, то есть в какой-то степени я и сам могу Дедом Морозом, потому что пробовал бы работать Дедом Морозом, вот, так что это не проблема, если потребуется. Но, тем не менее, вы все-таки хотели бы их пригласить? Да, конечно, конечно, было бы очень замечательно. Какое это число будет? А число, ну, где-то либо 17, либо числа 22 декабря. Как на вас можно выйти? Ну, только либо в социальных сетях, либо по номерам телефона. А как найти, да, в социальной сети, как страницу, ну, то есть называется страница? Ну, у меня в основном только в Одноклассниках, ВКонтакте как-то кого-нибудь. То есть Игорь Меметов, да? Нет, в Одноклассниках подписано Игорь Игоревич, Благовещенск, 28 лет. Так, а в WhatsApp? В WhatsApp номер телефона. Да, назовите его, пожалуйста. 8-924-445-55-96. Насколько длительно будет вот эта работа, это шефство? Вот вы этим заболели однажды и теперь будете всю жизнь этим заниматься? Или вот как вдруг, ну, появится у вас семья, естественно, да, дети свои? То есть не забросите ли вы эту работу? Вот как вы думаете сейчас? Нет, я постараюсь продолжить этим заниматься, потому что буквально вчера в WhatsApp задал подобный вопрос, задал, то есть сейчас закончится акция, закончится Новый год, какие могут быть, будут в дальнейшем предложения? То есть, как мне ответили люди, давай сначала мы эту акцию закончим, а уже остальное будем думать потом. Ну, я думаю, то есть акция закончилась, но это еще не значит, что жизнь закончилась. То есть мы в любом случае будем продолжать дальше, также помогать периодически. В любом случае есть детские дома здесь, возможно, может быть, в дальнейшем, может быть, даже съездим за пределы Благовещенска. То есть, потому что по мужской области достаточно детских домов, которые нуждаются все равно в каких-то вещах, игрушках и вниманиях. Ну, вот смотрите, сейчас жизнь такая тяжелее, да, становится. С Нового года опять, как обычно, вырастут цены. И уже люди, которые, вот, допустим, собирают деньги на лечение детей, еще вот на подобные вещи, ну, понятно, что это по остаточному принципу, да, у людей. Если есть деньги, то дадут, если нет, то уже. И вот эти люди уже почувствовали нуждающиеся. Вы заметили, что меньше помощи становится или нет? Нет, я как-то его не так замечаю, потому что, еще раз повторюсь, в основном помогают одни и те же. То есть, есть люди, которые помогают один раз, но они все-таки помогают. То есть, я ни от кого не прошу, да, например, чтобы мне человек перевел 5 или 15 или 20 тысяч. То есть, каждый по возможности, пусть будет это 50 рублей или будет это просто 500 рублей, каждый человек по-своему помогает. То есть, если не деньгами, так поможет принести игрушки. Если не игрушки, так, значит, какие-то вещи. Если ни того, ни другого, значит, есть поддержка, этого уже будет достаточно. Да, вот расскажите, если нет ничего, а вот хочется помочь, что можно? Просто поддержка. А какая поддержка? Моральная поддержка. То есть, если человек тебя морально поддерживает, который видит в тебе человека, этого будет достаточно. Ну, как он приезжает на место, помогает что-то в организаторских, там носит коробки, что вот можно сделать? Болитарный транспорт. То есть, на своей машине можно ездить? Да, то есть, если у человека есть машина, то есть, неоднократно был такой человек, и есть такой человек, и не один. Если у него нету возможности вообще ничем помочь, то есть, он, соответственно, предлагает свой транспорт. Мы на транспорте ездим по городу, какие-то делаем добрые дела. Есть название у вашей организации? Ну, сама организация, то есть, она неофициальная, как говорится, еще пока, вот, в дальнейшем думаем об этом, а так, подарить ребенку счастье. Спасибо большое, самое главное, говорящие и простое. У нас в студии был Игорь Меметов, человек, который был, благодаря своей работе, деятельности, благотворительности, он дарит счастье детям. Он стал человеком месяца по версии радиостанции в Москве и в Благовещенске, и вот сегодня мы его видим. Здорово, что вы это делаете, вам силы, уверенности в будущем, чтобы жизнь для меня все-таки была полегче. Спасибо большое. Спасибо.